Субтитры создавал DimaTor Благословен Ты, Господь Бог, Наш, Царь Вселенной, избравший нас из среды всех народов и давший нам Тору. Благословен Господь, дающий Тору. Амин. Сегодняшняя, или точнее это недельная глава, это глава из книги Шмот, которая называется Трума или Трумо, то есть приношение. Я вам скажу честно, когда читал комментарии, точнее пытался читать комментарии ортодоксальных равинов просто высочайшего уровня, скажем так, то скажу честно, заявление очень интересное. Например, эта глава очень много показывает нам для нашей повседневной жизни и так далее. Ну, заявление такое. И тут начинается, например, акцент на что? Итак, оказывается, например, очень важно знать для нашей повседневной жизни. Как выглядел синесвечник? Был он закругленный или он был с прямыми лучами? То есть, если вы не знали, это должно быть очень важно для вашей жизни, чтобы вы понимали всю глубину. Вот, и поэтому я подумал, что на самом деле, в принципе, мы можем тоже много метрашей каких-то придумывать, рассказывать. И действительно, ну, недалеко уйдем. На самом деле, это глава о том, какие должны были быть приношения на скинию, собрание или на мешка. И прочитаю несколько моментов сегодня из этой главы. Сказал Господь Моисею говоря, это 25 глава исхода. «Скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение. От всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне. Вот приношение, которое вы должны принимать от них. Золото и серебро, и медь, и шерсть голубую, пурпуровую, и червленую, и весон, и козью, и кожи бараньи красные, и кожи синие, и дерево сетим, елей для светильника, ароматы елей помазания и для благовонного курения. Камень, оникс, камни вставные для икода и для наперстника. И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их. Все, как я показываю тебе, и образец скиний, и образец всех сосудов ее, так и сделайте. Сделайте ковчег из дерева сетим, длина его в два локтя с половиной, ширина его в полтора локтя, высота его в полтора локтя и так далее. Действительно, очень много вещей, которые здесь описаны, они являются прообразами. Но я не хочу останавливаться именно на разборе каких-то отдельных деталей скиний. Я бы хотел поделиться то, что мне открылось во время того, как я готовился к этой недельной главе, касательно именно приношений. И речь идет не о приношении только денежном, или о пожертвованиях, я не буду говорить именно о цдаке. Но смотрите, один такой важный момент, на который многие комментаторы ссылаются, это то, что на самом деле хронология, которая здесь описана в Торе, особенно вот в этих главах, она не совсем такая, как была по факту. То есть, если мы читаем дальше следующей недельной главы, мы видим, что, например, золотой телец был сделан как бы после уже того, как было повеление о скини, о приношениях, о том, какие должны быть детали скини, мешкан. Но на самом деле многие комментаторы говорят о том, что грех золотого телца был сделан до того, как вообще было повеление о строительстве мешкана. И получается, как бы, почему говорят так сделано в Торе? Кстати, это не единственный такой момент, как бы, изменения хронологии. Это было как бы сделано для того, чтобы люди, например, не думали, что после грехопадения Бог даёт повеление о строительстве мешка, она о приношениях, и люди из страха приносят пожертвования. То есть, как бы, был губительный момент такой, то есть, Бог наказал конкретно тех, кто поклонялся телцу и построил его, и поэтому, когда Бог даёт повеление, то, как бы, конечно, все побежали приносить, да, как, ну, то есть, уже не обсуждается. Если мы не принесём, то с нами будет то же самое, лучше мы принесём. Но на самом деле, ключевой момент здесь такой, что во втором стихе он виден, от всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне. То есть, фактически, можно сказать, что, например, получается, если у человека не будет усердие, то не стоит принимать эту жертву. Возможно так, возможно нет, но, в принципе, даже если мы смотрим на Бритха Даша, то там тоже говорится, что доброохотно дающего любит Бог. И это, опять же, это не только десятин касается таких материальных приношений. Смотрите, если же мы берём вот такую хронологию, да, что сначала был грех Золотого Тельца, потом повеление о строительстве скиний, и потом, как бы, уже повеление о том, как должно строиться и что должно строиться, то получается, что Израиль, как бы, жил после искупления. Понимаете? То есть, Моисей упал, он молился за них, и получается, Бог, ну, не поразил весь Израиль. То есть, другими словами, Израиль был искуплен от полного истребления уже не египтянами. Потому что, как бы, возможно, был такой момент. Мы вышли из Египта, нас Бог вывел, мы согласились, всё хорошо, мы молодцы. Но здесь, дальше, вот этот момент произошёл, и он показал израильтянам, что они всё равно остаются грешными. Всё равно они могут отступаться, и всё равно, как бы, если они делают что-то в разрез Слову Божьему, то будет за это наказание. И то есть, уже новое искупление, уже именно за грех Израиль. То есть, получается, что, был искупленный, они ещё не достигли цели. Бог говорит, а теперь принесите то, что вы имеете. И речь здесь не о том, чтобы, опять же говорю, принести чисто золото, там, серебро, или ещё что-то. Здесь говорится, что они должны приносить то, что у них есть. То есть, смотрите, иногда, вот, например, возьмём общину, подходишь к человеку и говоришь, послушай, приди, пожалуйста, просто побудь с нами на каком-то служении, мероприятии, просто в какое-то время. Ответ. Ну, я не знаю, чем я могу послужить, достоин ли я и вообще, что у меня такого есть, ну, что бы я мог дать. То есть, просьба о том, чтобы пожертвовать временем или принести своё время, находит ответ, что у меня ничего нет в руках. Ну, то есть, просьба об одном, а, как бы, ну, отмазка, грубо говоря, о другом, да? То есть, дай своё просто время, выдели, просто приди, поприсутствуй. А человек говорит, нет, у меня ничего нет в руке или ещё чего-то. То есть, Бог на самом деле не просит принести того, чего у тебя нет или чего ты даже считаешь, что у тебя нет. Он просит тебя посмотреть по сторонам или посмотреть в себя и принести то, что ты имеешь на самом деле. Потому что здесь действительно огромнейший перечень того, что могли принести израильтяне и имели, что принести. Понимаете? Ну, это то же самое, опять же, можно показать таким образом. Моня, ты умеешь там петь хорошо, всё, давай, приходи, надо попеть сегодня. Изя, стой там, иди сюда, будем сегодня играть на балалаки, ты умеешь, пожалуйста, приди. Ты можешь, принеси. Понимаете? Это не то, что тебе просьба, там, проповедуй сегодня на шабате, а ты же ж не знаешь, не можешь, и у тебя нет такого дара. Всё очень просто. Здесь один принцип, что ты приносишь то, что ты имеешь. Второй принцип, что ты приносишь это от сердца, понимая, для чего это происходит, для чего ты это даёшь. Здесь говорится о том, смотрите, 9 стих, нет, 8 стих. И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них. Приношение на мешка не было для Бога просто. Вот принеси, Боже, на тебе, живи, что хочешь делай, мы всё принесли, как ты сказал. Приношение — это для того, чтобы Бог обитал среди народа, чтобы Он их благословлял. То есть мы приносим, мы вкладываем в своё будущее с Богом. Мы не вкладываем в своё будущее, которое мы хотим. Мы вкладываем в то, что Бог приготовил для нас, чтобы благословить нас, а не сделать что-то неправильное в нашей жизни, что-то плохое, что нам не нравится. Или бывают ещё такие случаи. Смотрите, мы здесь не видим такого момента, что, как это бывает иногда, ну, уже во время, скажем так, благодати. Моисею говорят, Бог говорит, да, построишь мне скиню мешка, и я буду там обитать, и вот делай что-то и то-то, пусть ребята приносят вот это, это, это. Мы построим с точностью, как оно должно быть. И другие, например, израильтяне, потому что был такой уже случай, говорят так, ну, это, конечно, всё хорошо, но мне Бог этого не сказал. А чего это я должен делать? Я что, не имею отношений с Богом, что ли? Вот когда мне Бог скажет, я сделал, пока я посмотрю, как ты будешь строить мешка. Понравится, я приду, буду там с тобой вместе, может, что-то, чем-то помогу. Ну, когда мне Бог откроет. А пока, ну, извини, мне Бог не открыл, понимаешь, это Он тебе открыл. Чего Он мне не открыл? Пусть придёт мне тоже скажет. Я что, не израильдянин, что ли? Ну, не было такого подхода, понимаете? Бог говорит, есть правило, выходите быть, ну, моим народом, будьте любезны. Вот мои стандарты. В нашем периоде благодати мы ведём себя так, как будто бы у каждого у нас тоже свои стандарты. У вас свои стандарты, вы молодец, вам Бог открыл это, а я себе в другом месте. Или я тоже вот здесь вот, но я посмотрю, как вы делаете, а у меня там, не знаю, молитвенное служение за мешком будет проходить. Ну, как бы, по моему стандарту. Я знаю, как оно должно быть. Главное, чтобы было Божьей присутствия, а всё остальное – ерунда, на самом деле. Но Бог же говорит конкретные вещи, вы понимаете? И Бог открывает через людей, которых Он поставил. Разве мы не видим этого в Бритха Дыша? Видим. Одних поставил апостолами, других – пророками, третьих – учителями, четвёртых – евангелистами, пятых – пастырями, на служение народу, для того, чтобы они назидали и оснащали народ. Понимаете? Да, мы живём во время, когда каждому Бог может открыть. Но и в то время было похоже. Вспомните, как Мириам и Аарон возмутились. А чего это, извините, Моисею? Он что, единственный, кому Бог говорит? Мы тоже пророки. Как-то Бог очень быстро им показал, кто на самом деле отвечает за весь этот гармитер. Понимаете? Ну, правда. И ещё и Моисей за них потом молился. Здесь момент третий, что в любом строительстве, даже в строительстве Мешкана, есть определённый момент подотчётности и послушания. То есть они были послушны тому слову, какое я сказал в Маше, и поэтому они приносили. Но они знали, что через Маше говорит Господь. Ещё раз. У нас есть момент того, что Бог открыл, Бог поставил лидера. Бог говорит, чтобы всякое приношение или всякий вклад в жизнь общины, в жизнь общества, он был сделан от сердца, с пониманием, что это касается будущего, что если есть откровения у того, кто ведёт, то мы должны вливаться в это, если мы хотим действительно быть частью этого общества. Понимаете? Ну, вы видите это? Да. Смотрите. Также нам нужно понимать, что Мешкан был местом порядка и устройства. Опять же, всё было чётко разграничено. Например, и сделай для него четыре кольца золотых, и утверди кольца на четырёх углах, у четырёх ножек его. Смотри, сделай их по тому образцу, который показан тебе на горе. Смотри, делай всё в точности, как ты слышишь, как тебе говорят. И должен быть в этом порядок и устройство. Потому что Бог тоже говорит, что Бог порядка и устройство. Потому что, опять же, нам стоит понять, что всё это направлено на то, что мы созидаем место Божьего присутствия. Да, Он живёт среди нас. Но как среди целого народа, Он живёт тогда, когда весь народ собирается, и весь народ делает то, что нужно делать, по тем стандартам, которые Бог установил для нас. Они под каждый по своим стандартам, по своим, как бы, чисто личным откровениям. Я не говорю, что они не должны быть. Но они призваны к созиданию тела, чаще всего. К созиданию общины и общества. Чтобы Бог пообитал среди всех. Ещё такой очень важный момент. Мешкан – это место, и все вот эти вот моменты из мешкана – это место так называемого, такой фразы, как «делай, учись и научи других». Это не просто, ребята, я пришёл послужить, я спел пять песен хорошо, сыграл на гитаре, пошёл поговорил с человеком, там, не знаю, принёс воды. Всё хорошо. Я сделал своё дело, меня больше не трогает. Я, кого мне учить, зачем? Что люди не знают, как воду принести? А что такое? Ну, что у него мозгов не хватает, что я не понимаю. У него рук нет. Послушайте, мы не учим тому, что мы только говорим. В первую очередь, мы учим тому, как мы сами делаем. Мы делаем таких учеников, каких мы именно показываем своей жизнью. Вот как мы показываем свою жизнь, такие люди вокруг нас становятся, которые видят в нас авторитетов для себя. Это не так, что, слышишь, иди принеси воды, там, он понял. Завтра тебя нет, ему никто не скажет, там, принеси воды. Всё, служение как бы закончилось для него. Правильно? То есть наша задача делать, ну, как нас Господь призывает, учиться этому и учить других. И что он не сказал? Идите и запроповедуйте всех до смерти. Он не сказал, идите, заевангелизируйте всех, чтобы они от вас бегали. Он сказал, идите и научите все народы исполнять их заповеди. А как мы можем их научить исполнять заповеди, если мы сами их не исполняем? Или, ну, если мы приходим только на час, мы такой, верующий на час, на два, на служение, и мы не вкладываем ничего в других людей. Так и Мешкан, это то место, в котором человек, приходя, он учился, он размышлял, он служил от сердца там, тем, чем мог служить. И передавал это своим детям, своим, там, внукам, правнукам. Вспомните, даже происход, Бог говорит, и учи этого, своего, своего ребенка, учи этому. Передавай это дальше, чтобы, если спросят, почему так и так, почему ты это делаешь, чтобы он знал, почему ты это делаешь, потому что это исходит из твоего сердца, и сердца благодарного, и понимающего. Вы понимаете? И здесь заложен принцип, опять же, который мы видим, тоже бритха дыша. Все мы должны делать, как для Господа. И слава Божья, она должна проявляться во всех сферах, во всех мелочах, во всех нюансах. Бог не сказал, просто построите Халбуду, какая разница? Ну, в конце концов, я Бог. Оно мне надо. А буду, все равно с вами. Вы молодцы, классные ребята. Нет. Он сказал, вот сделайте вот это так, вот это так. То есть, он показывает, что стандарт жизни, на самом деле, человека, который согласен следовать за Всевышним, он высокий. Он не может себе позволить делать что-то вот лишь бы как. Тем более, бритха дыша. Мы всегда говорим об этом вслух, что, а теперь, хоть и время благодати, но все равно, все же, как усилилось, все серьезнее стало. И тем не менее, мы часто, пройдет, Бог меня любит. «Аминь». «Аминь», но в этом и выражается и наше отношение к Нему, наше приношение к Нему. Понимаете? Да? Да, «Аминь». Бог хочет, чтобы мы действительно вникали в этот процесс. Процесс того, что мы утверждены, не каждый на своем понимании, а мы утверждены, помните, написано, на основании пророков, апостолов. Мы утверждены на Ишуа, который есть краеугольный камень. И в нас должен быть Его ум, чтобы мы это понимали. Знаете, один брат недавно рассказал такую историю, что, ну, я как бы такую, не знаю, мне такая фраза пришла, что, когда есть вера с горчичным зерном, важно, чтобы мозг не был с горчичным зерном. Аминь. Потому что, вот, например, один брат, он очень поверил, вот действительно, от всего сердца поверил, я имею в виду ум Христов, чтобы был действительно ум Христов. И один брат, он, значит, он бизнесмен, ну, что-то в какой-то сфере он там понимал. И вдруг, вот, почему-то он решил, что ему стоит заняться строительным бизнесом. Он набрал заказы сначала. Не разобрался еще. Набрал заказы, набрал клиентов. У него нет ни людей, ни, ты сам, ни материалов. Он не знает, как это делать, что делать, вообще, зачем это делать. И он так вышел на молитвенном служении и говорит, братья, сестры, я так горячо молился, и вот Бог дал мне клиентов. Понимаете? Аллилуйя! Теперь давайте помолимся, чтобы я понял, как это делать, что делать. И теперь у меня были материалы, и вообще, ну, я хоть сверхъестественным образом, 25-м кадром, научился, как организовать работу. представляете, да, такой пример именно служителя Божьего, для неверующих, например, клиентов. Ну, он говорит, да я верой построю все. Ну, понимаете, да? Это тоже поступит. Это просто нужно понимать, вкладывать в это, в то, что мы вместе созидаем. И вот эта структура мешкана, она не дана просто для того, чтобы обалдеть от удовольствия и внешнего эстетического. Она дана для того, чтобы понять, для чего это нужно. Что стандарт нашей жизни, он высокий. Особенно в Ешуа Мессии. Особенно в Ешуа Мессии. Потому что мы теперь народ взятый в удел, царственная священность. Если раньше, например, там была часть левитов, часть тех, часть тех, ну, и она очень сильно разделялась, то теперь на каждом уровне, на каждой сфере жизни, общины, мы созидаем эту шехину Божьего присутствия, этот мешкан, чтобы в каждой сфере Бог присутствовал, Бог пронизывал, Бог благословлял. И опять же, ну, делая заключение, нам нужно для этого понимание призвания, подотчетности, смирения. Нам нужно вложение свое по мере того, что мы имеем от Господа. не смотреть на то, чего мы не имеем. Иметь при этом ум Христов, иметь веру и действительно вкладываться в это строительство Божьего присутствия, Божий шехин, Божий общин, особенно, учитывая, что мы имеем Его Дух, тем более, что мы имеем свои собственные откровения, тем более, нам это должно показывать, как нам можно созидать вместе общину, как нам вместе строить общество. Все, спасибо за внимание.